А депутаты областного парламента на пленарном заседании рассмотрели введение новых мер поддержки участникам СВО, увеличение ежемесячных выплат детям войны, а также субсидии молодым аграриям и бюджет региона на 2024 год и плановый период следующего года. Подробности у нашего корреспондента. По плану общий объем доходов на следующий год составит более 111 миллиардов рублей, а расходы около 119. В бюджете предусмотрены средства на строительство и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры на областном и муниципальном уровнях. В этом году и на плановый период до 2026 года параметры бюджета увеличиваются, что позволяет решать вопросы, связанные с адресной инвестиционной программой. По ней реализуются ключевые региональные проекты. Уделено большое внимание развитию спорта, культуры. В частности, то, что в регионе на северо-востоке нашей Тверской области запланировано выделение средств на строительство фоков с плавательными бассейнами. Это очень важно для жителей и Кимр, Калязина, Кашина, ну и моего родного Бежицка. В 2024 году в полтора раза увеличатся расходы на укрепление материально-технической базы социальных учреждений, что позволит усилить работу по обновлению школ и детских садов, больниц и поликлиник, учреждений культуры и спорта. Отдельное направление финансирования — укрепление кадрового потенциала в здравоохранении. Бюджет, несмотря на пока еще непростую социально-экономическую ситуацию в общем стране, сохранил свою сбалансированность и социальную направленность. Депутаты хорошо постарались к второму учтению и участвовали и в комитетах, и в комиссиях. И были приняты достаточно хорошие изменения, позитивные. Например, выделено беспрецедентное количество средств в районе больше миллиарда рублей на материально-техническое оснащение больниц Тверской области. Безусловный приоритет — выполнение социальных обязательств. В первую очередь, от реализации государственных программ в здравоохранении, семейной и демографической политике. Образовании и социальной защите в сферах культуры и спорта. Предполагается сохранение и развитие комплекса мер для семей с детьми, в том числе многодетных, а также участников СВО. Область, как и положено, уступает в Новый год уже с формулированными задачами по каждому из направлений социально-экономического развития, поддержки населения. И вот несколько законопроектов, которые сегодня были поддержаны депутатами, внесенных губернатором Тверской области Игорем Михайловичем Рудене, и подчеркивают социальную направленность нашего бюджета. Депутаты приняли региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции. Право на них получают те, кто удостоен звания Героя России и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены семей, погибших в ходе СВО. Кроме того, расширяются меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Теперь они будут получать бесплатную юридическую помощь. Мы все прекрасно понимаем, что вся эта мирная жизнь и все эти разговоры про развитие возможны только благодаря тому, что наши ребята стоят на передовой и дают нам возможность мирно существовать. И для всех парламентариев одной из основных тем является мера поддержки ребятам, которые служат на СВО, и им, и их семьям. В воскресенье на съезде Единой России Владимир Владимирович Путин также сказал о приоритетности этих задач. И мы все будем работать в этом направлении. Парламентарии рассмотрели и приняли в двух чтениях изменения в закон Тверской области об увеличении ежемесячных выплат для детей войны. С 1 января 2024 года она будет составлять 1200 рублей. Кроме того, теперь предусмотрено значительное повышение выплат молодым специалистам сферы АПК. Их могут получать граждане до 35 лет, трудоустроенные на сельхозпредприятии в течение полугода с даты выдачи диплома. Выплаты будут предоставляться в течение трех лет. За первый год 300 тысяч рублей, второй и третий по 100 тысяч. Выплаты не будут подлежать налогообложению. Продолжение следует...